Два дня работы, более полусотни докладов и разговоры об истории Белоруссии. Такой была запланирована и проведена Международная научная конференция. Приурочен форум к 75-летию с начала Великой Отечественной войны. В рамках мероприятия ученые и исследователи, представители учебных заведений и органов власти, а также иных подразделений и ведомств обсуждали вопросы войны и мира на белорусской земле. Научная конференция – это всегда возможность пообщаться с коллегами вживую, узнать из первых уст последние наработки своих коллег не только в своей стране, но и за рубежом. Есть возможность в живой дискуссии уточнить, либо изменить взгляды и трактовки, которые в настоящее время признаются несоответствующими современному уровню научного знания. Ну и в конце концов это всегда возможность достучаться до истины. Сохранить память не только о том, что происходило 75 лет назад, но и о тех, кто совершил настоящий подвиг, спас мир от коричневой чумы. Как бы странно это ни звучало, но в современном мире все чаще приходится защищать защитников. Попытки переписать историю и сделать ее удобнее или проще, отобрать победу у народа-победителя были и раньше. Но сегодня их становится все больше и очень важно, чтобы наследники поколения героев всегда стояли на страже памяти о доблести и чести дедов и прадедов. Я считаю, что данные мероприятия такого плана, их нужно обязательно проводить. И чем дальше мы уходим от этих событий, и тем больше и чаще нам нужно обращаться к этому историческому прошлому, для того, чтобы сохранить объективную память о событиях Второй мировой Великой Отечественной войны. Потому что время неумолимо, к сожалению, свидетели, очевидцы тех событий, они постепенно уходят от нас. А, как правильно отмечал президент нашей страны Александр Григорьевич Лукашенко, мы должны сохранить объективную историческую память о нашем прошлом и просить выстоять попытками его фальсификации. В литературе нередко можно встретить строки о том, что первый бой у Бреста стал началом битвы за Берлин. Действительно, у стен легендарной цитадели началась война. Здесь же, спустя несколько лет, праздновали освобождение последнего белорусского города из-под фашистского гнета. Поэтому мероприятия, проводимые в ее стенах, всегда приобретают особый оттенок грусти и гордости. Важно для участников конференции, возможно, подышать этим воздухом. Потому что увидеть лица тех, о ком мы говорим, это очень важно. И точно даже для нас, работников мемориального комплекса, очень важно проверить часы своей работы по тем классическим основополагающим моментам оценки событий Великой Отечественной войны, ее значения для нас, на неживущих и для будущих поколений.